МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, пятый год в Чебоксарах будет проходить фестиваль, необычный фестиваль шотландской культуры. Мы мало что знаем об этой стране, об их культуре, и вот вы пятый год пытаетесь нашим жителям республики рассказать и привить любовь к культуре вот этого края. Что будет в этом году? Немножко о фестивале, и все-таки юбилейный он. Как-то он будет отличаться, программа будет расширена в этот раз? Да. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что 2014 год, он уникальный год. Во-первых, он объявлен годом культуры в России. Во-вторых, 2014 год – это год перекрестных культур России в Великобритании и Великобритании в России. Кроме того, юбилей, день рождения Роберта Бернса, 255 лет, исполняется как раз в январе 2014 года. И кроме того, юбилей 200-летия со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, который, может быть, не все знают, но имеет шотландские корни. И наш фестиваль, он открывает этот год культуры, будем так говорить, для нас очень важный, и наш фестиваль тоже является юбилейным пятым. Мы уже в этом году немного расширили программу фестиваля, и фестиваль продлится всю неделю с 20 января по 26 января. Как я уже сказал, он приурочен ко дню рождения Роберта Бернса, который празднуется 25 января во всем мире, не только в Шотландии или Великобритании. И фестиваль наш включает много разноплановых мероприятий. В понедельник и 20 января мы приглашаем всех на вечер, шотландский вечер в Центр международного общения «Язык плюс». Этот вечер, он рассчитан на людей, которые занимаются языком, изучают английский язык, и как раз уклон мы будем делать на рассказ о Шотландии с точки зрения страноведения. То есть о Шотландии именно для людей, которые увлекаются языком. Посмотрим небольшой документальный фильм. Мы на этой встрече почитаем стихи, в том числе на английском языке. То есть будет такая вот уютная, на мой взгляд, встреча. Это как вот самое первое... Атмосферу будете создавать в Шотландии. Абсолютно верно, да. Дальше во вторник у нас уже начнутся танцевальные мероприятия. Вообще надо сказать, что танцы, шотландские танцы, без которых вот для меня... Я вообще не представляю Шотландию без шотландских танцев. Занимают они в общем объеме фестиваля очень большое место. Начнем мы с открытого мастер-класса, урока, который будет абсолютно свободен для посещения для всех жителей. И совершенно необязательно иметь для этого опыт танцевальный. То есть могут прийти все. То есть с ноля можно начинать разучивать движения шотландских танцев? Конечно. Вот как раз этот открытый урок, он будет нацелен на то, чтобы объяснить нашим жителям, что из себя представляют шотландские танцы. И начать вот как раз с озов изучения этих танцев. Какие-то фигуры, какие-то движения, и даже какие-то танцы мы сможем изучить, а потом вместе станцевать. Это произойдет у нас в пятой гимназии, в Чебоксарах. В среду у нас предполагается мероприятие в Новочебоксарске. То есть мы уже хотим распространить мероприятие нашего фестиваля не только на город Чебоксары, но будем проводить и в Новочебоксарске. Вы за границей выходите. За границей города, да. И это будет такой вот мини-фестиваль для жителей Новочебоксарска. То есть тоже будет много танцев, много стихотворений, песен на стихи шотландских поэтов, на стихи Лермонтова. И, значит, у нас, естественно, будет угощение национальным блюдом Хагисом. Ода Хагису знаменитая, Берновская. Вот все это будет в рамках одного вечера, который пройдет на Новочебоксарске в художественном музее, как я уже сказал, в среду в 18 часов. Вход тоже свободный. Дальше мероприятия будут развиваться. И у нас уже в четверг будет вечер, целенаправленно посвященный поэзии и литературе. К выходным все-таки более такое, что-то, изюминку какую-то оставляете? Естественно, да. На выходные у нас самые такие вот основные мероприятия фестиваля. Ну, сразу скажу, что вот как раз пятница у нас отведена для наших гостей, которые приедут из Москвы, из Белфаста и города Глазго. Это ученые, люди, которые с научной точки зрения занимаются культурой кельтских народов. И вот как раз преподаватель Белфастского университета Григорий Бондаренко будет читать лекцию, открытую лекцию, которую он назвал «Наследие кельтов». Я думаю, что эта лекция будет интересна не только специалистам, ученым в этой области, но и вообще широкому кругу зрителей, жителей. Он интересно рассказывает, поэтому приглашаю всех. Эта лекция состоится тоже в Национальной библиотеке, правда, днем в 14 часов в пятницу. Ну, что-то сможет. Мне кажется, есть такие люди, которые смогут посетить пятницу в обед. А вечером тоже очень такой интересный вечер, на мой взгляд, вечер историй шотландских, которые будут рассказывать Стивен Уилсон, как раз из Шотландии. Я обещал в прошлом году, что приглашу шотландца, и мы пригласили шотландца. А также Мария Королева, которая является руководителем научного гельского общества в Москве. И, что интересно, у нее есть тоже корни из рода Лермонтовых. То есть ей это, естественно, не безразлично, она сама душой за это болеет. Вот такой десант из Москвы, из-за рубежей к нам приедут, чтобы поддержать наш фестиваль. Это будет на площадке узел связи, хаб, тоже в пятницу вечером в 19 часов. И вот в субботу и воскресенье, как я уже сказал, основные мероприятия. Во-первых, к нам приезжают из других городов, как раз на субботу-воскресенье. Это какие города? Нижний Новгород обычно? Из Нижнего Новгорода обязательно. Воронеж. Из Воронежа в этом году, из Казани обычно, ну и из других городов. Именно вот те участники из тех городов, которые я назвал. И как бы таким вот апогеем, что ли, или кульминацией всего нашего фестиваля будет большой шотландский концерт. Перед концертом у нас будут проводиться мастер-классы опять по танцам. Но уже проводить их будет преподаватель из Нижнего Новгорода Владимир Гарбузов. Очень известный и сильный преподаватель шотландских танцев. Ну а в воскресенье у нас только танцевальные мероприятия остаются. Опять будет мастер-класс от Владимира Гарбузова. И такой танцевальный утренник. Это как раз более торжественное такое танцевальное мероприятие, где все уже оденутся в национальные костюмы, красиво, нарядно будут танцевать, красивые шотландские танцы. То есть это больше на бал похоже даже. Это нечто среднее между балом и вечеринкой. То есть мы не ограничиваем. Веселиться тоже нужно на балу. Не только держать себя так манерно. Чопорно. Да, чопорно. Но что-то, да, с балом тоже будет связано. Евгений, программа очень насыщенная. Где горожане могут с ней познакомиться? По каким телефонам звонить? Где искать? Все-таки какие-то мероприятия же все-таки по билетам проходят? Их же можно где-то приобрести заранее. Скажите, где вы познакомились? Большинство мероприятий фестиваля, они абсолютно бесплатные. Только вот концерты тех гостей, которые приезжают из других городов, они, естественно, будут по билетам. Но цена, по-моему, тоже очень символическая. Цена не более 250 рублей за один билет. Да, заказать билеты можно и заранее. У нашего фестиваля появился свой сайт, и можно найти его в интернете, зайти, там абсолютно все подробно. И даже через сайт можно заказать также билеты на некоторые мероприятия фестиваля. Организатором фестиваля является общественная молодежная организация Чебоксарская «Соколиный Яр». Спасибо большое, Евгений, за очень интересную и подробную беседу. Я надеюсь, что многие чебоксарцы, откликнутся жители республики, также захотят принять участие, тем более, что неделя очень насыщенная, можно успеть на все, ну, на самые, может быть, близкие человеку мероприятия. Спасибо вам. Я еще раз приглашаю всех жителей на наш фестиваль. А я напомню, что с 20 по 26 января в Чебоксарах будет проходить фестиваль «Шотландская культура». Не пропустите самое интересное. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова